Этого района, поскольку, как я уже раньше говорил, он предполагался элитным. Вчера где-то в обед началось запланированное наступление террористов. Они о нем анонсировали два дня назад. Значит, объявлено было, что будет матерь всех бить, что Алеппо будет освобожден, что в наступлении будут принимать участие 30-50 тысяч человек. Однако все, что могли найти террористы, это от трех до пяти тысяч человек. Значит, в интернете появляется информация о том, что блокады Алеппо прорваны, войска сирийской армии бежали, училище пехотное пало и все. Однако это полностью не соответствует действительности. Выносят раненого. Раненого выносят из района 1070. Вот видите, снайпер не работает. Район полностью не занят. Как мы с вами видим, мы на передовой. Солдаты никуда не бегут. Солдаты сражаются. Здесь ездят танки. Т-55, Т-90. Солдаты готовы сражаться. Районом 1070 растираются поля, которые, можно сказать, были нейтральной территорией. Район 1070 всегда был оборудован сирийским правительством для приема беженцев. То есть там жило в основном мирное, нищие население. Единственные войска, которые там были, это войска, которые располагались на блокпостах. Их было совсем немного. И этот кордон сумели прорвать террористов. Сейчас сирийское правительство обдумывает план контрнаступления. Как вы видите, людей достаточно.